Всем привет, с вами Михаил, и сегодня у нас очередное видео по игре Ultimate Admiral Dreadnoughts. Как вы видите, версия 1.09.2, это означает, что с версии 1.09 вышло уже два хотфикса, со справлениями ошибок, которые были в генеральной версии. Нельзя сказать, что сейчас игра прям полностью стабильная и не имеет никаких багов. Баги есть, в том числе и критичные. Я, честно скажу, хотел это видео сейчас не снимать, а отложить еще на недельку, но я понимаю, что вы у меня уже практически месяц, ну да, месяц, даже может даже чуть побольше, уже без Rednoughts. Я, если честно, тоже сам без них, потому что играл довольно мало. И я думаю, что все-таки право начинать кампанию. Даже если она сейчас каким-то очередным хотфиксом прервется, она придется начинать заново. Ну, посмотрим, что с этим будем делать. То есть, может быть, по-быстрому скипнем с того года, с которого закончили, может быть, начнем заново. Ну, потому что почему бы и нет, как бы, да, боев хороших много не бывает. Как аналогично проектов кораблей. А сейчас что? Сейчас, как я и обещал, давайте начнем за Российскую империю. Новая кампания. Убираем у нас Россию. Теперь, собственно, дощелкать приходится довольно долго, потому что стран довольно много. По стартовому году у меня были сомнения тоже начинали в 890-м, либо в 900-м, либо вообще в 910-м. То есть, да, уже начались дредноутов и кайфанут на них. Потому что, ну, утюги, сами понимаете, как бы утюги нравятся далеко не всем. Вот, опять же, хотя мне не нравятся. Но я все-таки решил начать эту кампанию с 890-го. Опять же, если будет какой-то HotSix, который нам кампанию прервет, тогда мы начнем с последующего года, скорее всего. Сейчас я хочу все-таки сначала... Единственное, что в этой кампании я решил сделать для себя несколько моментов. То есть, во-первых, я буду, скорее всего, часто пропускать на автомат действительно маленькие бои. То есть, там, какой-нибудь эсминец на эсминец, то, может, там, разок сыграем, но постоянно там в это рубиться, то есть, сами понимаете, смысла нет. И также я постараюсь не быть слишком сильно агрессивным. Я понимаю, да, что там через 2 года, скорее всего, начнется семейный треш, и все объявят друг другу войну, как бы, да, и это не получится. Но, тем не менее, то есть, я не буду слишком сильно пытаться устраивать ранние войны. То есть, вот эти вот ранние периоды, первые 10 лет игры, я постараюсь пройти максимально быстро. Но это, опять же, как получится, потому что, сами понимаете, строить флот там, да, на каждый корабль по 20 минут, пока все это заложим, то есть, это будет, конечно же, явно не одна серия. Итак, данная, кстати, серия будет, скорее всего, больше про строительство, то есть, те, кто ждет боев, их здесь не будет сейчас. Сейчас будет именно стройка. Итак, старт, второй год, 890-й, сложность легендарная, исторический искусственный интеллект, да, из АЕ-оппонент, как здесь написано, и флот мы создаем сами. Сейчас давайте я начну с эту кампанию. Вот, пока что остановлю запись видео, потому что кампания, ну, не знаю, как у вас, у меня она садается на компе где-то примерно минуты 3-4. Вот, при этом на это время может подвиснуть запись видео, ну, и чтобы ничего не пропадало, просто я сейчас это пропущу. Ну что, наконец-то загрузилась у нас кампания, заняло это порядка двух минут, на самом деле не так долго, когда вышла версия 1.09, просто это занимало мне гораздо больше времени, так раз, наверное, в 5, там реально минут 10 ждал. Ну что, Российская империя, давайте для начала посмотрим на карту, которую я сегодня могу привыкнуть, да, что ее, что вообще есть такая большая, это, конечно, здорово. Реально разработчикам могу сказать Дредноуту спасибо, что вы есть, потому что игра единственная в своем жанре. Да, границы здесь еще будут доделывать, да, дипломатию допиливать, это все понятно, но это доделают. То есть, да, если будет возможность там, если там не начнется Третья мировая, как говорится, то все сделают, все будет хорошо. Я лично разработчикам верю. Но вот спасибо, что такая игра есть. Я понимаю, что, опять же, вряд ли на меня смотрят, но, тем не менее, искренние слова благодарности не сказать я им тоже не могу. Но, перейдем к Российской империи. У нас плюс Российской империи понятно, то есть, да, она большая, много ресурсов, много дураков, много дорог, и т.д., и т.п. Минусы в контексте флота тоже понятны. Самый большой минус это то, что у нас флот разделен на фактически изолированные друг от друга регионы. То есть, во-первых, это Балтика, которая отделена финскими, финскими, датскими проливами. Ну, как бы проливов сейчас в игре пока что нет, но разработчики обещают все это добавить, это все будет. Во-вторых, это Черное море, опять же, да, которое отделено от средиземного пролива турецкими. Ну, думаю, что там, да, Босфорда, Дарданелла, там, как бы, как и у Дании тоже, да, там Скагирак, Тегат, то есть, там все это понятно, как бы, любители флота называть эти названия, я думаю, что не требуется. И Тихоокеанский флот. Тихоокеанский флот, к счастью, без проливов, но здесь, видите, всего два порта, здесь Япония, то есть, да, и как бы тоже особо-то, как бы, ну, как без проливов, проливы-то здесь как раз есть, да, но тут все-таки немножко посвободнее. Северного флота у нас нет, может быть, когда-нибудь сделают Мурмурск-Архангельск, разработчики про это пока ничего не говорили. Ну, сделают-сделают, хорошо, не сделают, ну, печально, конечно, да, потому что северный флот, безусловно, играл весомую роль, в частности, Вторая вировая война, как бы, да, и дальше. Да и в Первую вировую, если вспомнить, там, Тревенцию на севере, то есть, да, и прочее. Ну, были страны такие истории, и, собственно, флот там играл тоже не последнюю роль. Поэтому, ну, Мурмурск-Архангельск, я бы на их месте сделал, это было бы, мне кажется, здорово. Ну, нет так и нет пока что. Пока что потерпим, пока что спасибо за то, что есть. И это все к чему? К тому, что давайте посмотрим финансы. У нас 83 миллиона бюджета. На самом деле это очень мало. Почему? Потому что, будь у нас какая-нибудь Италия, окей, то есть, да, все хорошо. У нас вот этот сапог, много портов на нем, и все, вся движуха, все войны, Средиземный море. То есть, да, как минимум где-то укрыться в своем регионе, то есть, да, и здесь играть с обороной мы можем. За Российскую империю не получится, потому что, опять же, разные театры военных действий, и сделать какой-то быстрый маневр флотом, то есть, да, с Балтики перекинуть Тихоокеан мы не сможем. Потому что, опять же, я думаю, не стоит напоминать, сколько в реальности шла там вторая Тихоокеанская эскарда, как бы, да, с Балтики до Тихого океана, то есть, сколько времени заняло, с какими трудностями. В игре, в общем-то, это будет все так же, только еще дольше. Потому что с единицы времени месяц, и, грубо говоря, из Кронштадта до Владивостока у нас корабли будут идти, там, года два примерно, я не знаю, где-то так, наверное. Может быть, даже поставим эксперимент, как-нибудь перебазирование какого-нибудь корабля именно в игре. И это все к тому, что вот эти вот 80 миллионов нам нужно разделить на три театра военных действий. Причем противниками на Балтике у нас будут немцы, скорее всего. Ну, британцы может быть, но вряд ли, скорее всего, больше немцы. В Черном море у нас, смотрите, здесь Турция, Болгария, Румуния, у нее флажки такие полупрозрачные. То есть, фактически, эти нации, они есть, но они даже не боты сейчас, то есть, они просто есть. То есть, там, какой-нибудь условный Явус, он же Геббин, да, не приплывет и не устроит нам севастопольскую побудку. Вот, потому что сейчас это все не игровые нации. То есть, здесь у нас в Черное море заплыть могут итальянцы, могут французы, ну, может быть, испанцы и британцы, не знаю, что они здесь делают, но окей, могут заплыть, допустим, представим. Поэтому Черное море я сейчас пока что не считаю каким-то слишком таким угрожаемым участком, скажем тогда, угрожаемым театром военных действий. Флот здесь нужен, но сильно большой, не знаю, не знаю, посмотрим. И Тихоокеан, здесь у нас Владивосток и Красаковский порт, соответственно, здесь у нас противники Япония, Китай, ну, опять же, может быть, Британия, может быть, Германия, то есть, да, может быть, Франция подойдет, то есть, здесь жук и жаба, может быть, испанские у нас с трава рядом. Но основной противник, конечно же, Япония. То есть, если дело было бы в реальности, то Япония сначала воевала бы с Китаем, да, потом с Россией, ну, у нас игра, и вот, если посмотреть вкладку политики, у нас с Японией, да, уже отношение минус 85. Здесь играть не буду, да, безусловно, компания из Российской империи запускала еще, как только вышла версия 1.09, то есть, и изначально со старта у Российской империи, да, пожалуй, в любых годах старта, с Японии отношения минусовые. С Японией, ну, здесь, со Венгрией, получается. То есть, в принципе, это логично, но получается что? Получается, нужно флот, чтобы здесь, чтобы он мог, скажем так, да, как-то сопротивляться японцам. То есть, забить сюда не получится. То есть, у нас, только как в реальности будут, да, там программа, там, по усилению, там, Тихоокеанского флота, там, и прочее. У нас 83 миллиона. Это прямо совсем не густо. Давайте-ка, посмотрим по технологиям, что у нас еще есть. Ну, вот, военные корабли 19 века. Как бы, дальше все исследуем, что у нас здесь еще. Защита корпуса будут технологии у нас. БТЗ-ка первая. И что у нас здесь? Ха-ха-ха-ха. Так-так-так-так, стандартные переборки. И подводная палуба. Ну, да-да-да. То есть, бронепалуба, грубо говоря, у нас будет. Окей. Так, Big Guns у нас 13 дюймовки изучаются. Только первые, ну, не особо нужны. Торпеды будут 406 миллиметров. Отлично, но тоже пока не особо надо. То есть, ну, как бы так. Все понемногу у нас есть. Не сказать, что там, да. Шукуем, жируем. По крейсерам, видите, у нас вообще пусто. По эсминцам тоже пусто. То есть, у нас только стоковые будут самые базовые. Так. Так. Ну, плюс-минус понятно. Технологии-то оставим на вкусные. Как я же говорил, эта серия будет про строительство флота. Поэтому давайте перейдем сейчас в редактор флота, собственно. Опять же, эта серия должна была бы быть, как я задумал, изначально стримом, но потом придумал это делать. И сейчас, да, может, даже и отчасти жалею, что не сделал. Может, не жалею, я не знаю. Давайте начнем с броненосцев. По броненосцам здесь какой нюанс. Российская империя и вообще аж пять корпусов броненосцев. Да, с первой по пятой есть все. Есть уникальные корпуса. Это здорово. То есть, вот, на броненосном корпусе два можно сделать что-то по типу броненосца Полтавы. То есть, на четвертом что-то похожее. Ну, опять же, там, да, темные ночи, в тумане. Но похоже на броненосец Бородино. На пятом корпусе, а в Российской империи, да, есть пятый корпус броненосцев, можно сделать что-то похожее на броненосец класса Андрея Первозванной реальности. Ну, не класса, а типа, точнее. То есть, с четырьмя двадцатым дюймовками. Если не ошибаюсь, с семью восьми дюймовками. Вот здесь, на память могу ошибиться, с первозванным. Ну, по-моему, там восемь восьми дюймовок у него еще было. То есть, такое весьма себе вооружение. Хотя, конечно, он тоже, да, такой предвидно, вот, с маленькой скоростью, с, ну, со своими проблемами, понятное дело. То есть, фактически, как его называли, он устарел еще на вводе в строй. Сейчас он был на ваших экранах тоже. Первым корпусом сложнее. Первый корпус, в принципе, базовый. Такой корпус есть у многих стран. Не у всех, но у многих. То есть, допустим, у немцев, он другой, да. Вот у русских, там, у тех самых итальянцев, он такой, как бы, был. То есть, вы помните прошлые серии, кто меня смотрит, вот класс Сицилии, мы делали тоже на таком же корпусе абсолютно. Поэтому сделать что-то похожее будет сложно. Касательно чего-то похожего, то есть, опять же, здесь смотрите, какой нюанс. В Российской империи было довольно много броненосцев. Причем они были разных типов, по-разному выглядели. Все это красиво, здорово. Но, начиная с броненосцев Полтава, которые были заложены в 1892 году, у них у всех, ну, за исключением Ростислава, был средний калибр в башнях. То есть, да. До Полтавы у нас были Наварин, Трисвидетели и Сесой Великий. Три броненосца. Наварин мы сделать не сможем. Почему? Потому что, вот как его называли, эта буретка, да, за его четыре трубы. Опять же, сейчас на ваших экранах. Вот у нас таких труб, в принципе, в игре нет. Сесой Великий и Трисвидетели мы сделать могли бы. Что-то похожее. Отдаленно, может быть, этот корпус даже чем-то их напоминает. Ну, расположение казематов другое, но плюс-минус, как бы, там, да, степленут на ширину, на длину, ну, что-то похожее может быть. А какой минус? Какой минус? Главный калибр 4 12-дюймовых орудий-то в башнях поставить мы сможем. Но у Сесой Великого и трех Светителей был средний калибр в 6 дюймов. 152 мм. У нас казематы, вот они 152 орудия доступны, но, видите, поставить можно только 2 орудия. В реальности у них стояло по 8, по 6. То есть, там, ну, весьма внушительная была батарея. Здесь у нас только, получается, будет 2 на борт. Ну, ни о чем, конечно, сами понимаете. Поэтому что? И это сейчас относится ко всему периоду старта игры. Я сейчас не буду, вопреки уже традициям канала, делать что-то похожее на то, что было в реальности. Именно вот сейчас. То есть, когда мы изучим какие-то корпуса, похожие на то, что было в реальности, вот те же самые, второй корпус броненосца, мы попробуем сделать, допустим, что-то типа похожее на Полтавы. То есть, да, я это попытаюсь сделать, я это покажу, мы это сравним. Вот, на первом корпусе это будет просто какая-то усредненная непонятная муть. Вот. Ну, опять же, как бы, за основу берем какую-нибудь там Сесоя Великого, там уже, там уже, да, произвольно будем. Нас предлагает назвать его Святой Александр. Действительно, я тоже думал, да, переименовать все корабли, чтобы по-русски бы, русскими буквами были бы, то есть, да, так это аутентичненько, но сейчас решил, пока что, наверное, не буду я слишком с этим заморачиваться. Пока что сыграем так. Если, ну, напишите тоже, как вам это интересно, переименовывайте, не переименовывайте корабли. Пока что, в принципе, не устраивает. То есть, да, здесь все понятно. Кстати, еще вот по поводу броненосцев, да, вот те же самые Полтава, у нас они, сколько же они были-то у нас, 11, по-моему, там, 11,5 тысяч том, да, все, что было после них, там уже по 13, по 14 тысяч тонн. То есть, опять же, здесь у нас только ранние корабли, 890, 91, там, 92-го годов можем изложить. Ну, по отношению к реальности, имею в виду. Ладно, поехали в стройку. Слишком многое оболтаем. Давайте с вами ставим на стройки. Здесь у нас выбор, видите, не сильно большой. Front Tower 1, Front Tower 2. Аналогично, Second Tower, да, кормовой мостик. То есть, здесь все вообще без вопросов. Скорость нам предлагают 16 узлов. Для этого корпуса, как вы видите, рекомендуемая скорость у нас 17,5. Ну, 17,5 мы вряд ли выжмем, честно скажу. Здесь по трубам места, конечно, много. Можно попытаться, но не знаю, не знаю. Давайте пока 16,5 поставим, а там потом посмотрим. Потому что, видите, у нас сейчас, естественно, уголь, это понятно, но у нас котлы, правая машина, то есть все базовое, вообще все базовое. То есть, вот, компау, только броня есть еще, да. Дно у нас одинарное, да, переборки, цитадель первая есть. У нас, да, вот этот, андреватор протект дек, то есть, да, у нас броневая палуба есть. Окей, это, конечно, хорошо. Это здорово, это прекрасно, но больше у нас нет ничего другого. Так, ладно, по главному калибру давайте возьмем, что? Возьмем 12-дюймовочки. То есть, нет всяких сомнений. У них, видите, перезарядка получается порядка двух минут, но будем их брать. Будем их брать. 12-дюймов-то калибр вообще стандартный для российского флота, то есть, тут никаких даже сомнений нет. Ставим. Кстати, по длине, давайте сейчас посмотрим, мне вот интересно, сколько они сейчас. 43 калибра. В реальности у нас 12-дюймовки были в основном 40-калиберные, либо 35-ти на ранних кораблях. То есть, по-хорошему, здесь мы можем даже немножко бы уменьшить, может быть, я не знаю, до, вот сейчас, 42. Давайте до 40 хотя бы скинем. Опять же, заодно немножко решим проблемы с перезарядкой. Так, 39 нет, 39 нет. Вот, 40. 305-40. Такие вот системки у нас, перезарядка у нас упала 107 секунд. То есть, было 130, стало 107. Ну, нормально, сократили. То есть, здесь уже залпы раз в полторы минуты, а не в две там с копейками. Так, ладно, мне это нравится. Это мы оставляем сейчас пока что так. Давайте решим вопрос с трубами. Кстати, поставлю сейчас компау. Видите сразу, как расчет вес, конечно. Вообще, вопрос, да, почему расчет вес, потому что здесь написано плюс 5% к armor cost, то есть, да, стоимости. И 35% силы бы одни. То есть, почему, 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 но такая большая разница. Вот, загадка, вопрос вселенной. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, ну ладно. Труба. Давайте вернемся к трубам. Две средние. Мы сможем поставить. Одна труба нам даст 35% эффективности, одна маленькая – 32. Слушайте, ну, тогда проще поставить маленькую трубу. Есть три штуки, допустим, 97% эффективности. Сколько мы получим по дыму? Минус 4%. Если это параметры дыма поменяли, раньше, допустим, 100 единиц от 8-го контреференса, это было там где-то на минус 30 примерно. Там, может, минус 15, минус 20. А сейчас минус 4% всего. То есть, это терпимо. Три трубы эффективность 97% у нас. Ну, неплохо. Неплохо, я считаю. Дальность поднялась до 6 тысяч километров. Почти до 7 даже. Ну, нормально. Если сделать до 17 узлов, у нас что будет по 89, дальность 6300. Да, тоже нормально, пожалуй. Давайте-то 17 узлов поставим так. Хотя, не знаю, 17 узлов по скорости, конечно, точнее, по весу будет нас ограничивать. Тут не сказать, что сильно намного, но будет. Так, 18-12 тут тоже. Вот никак не влияет. Ладно, пока ставлю 16, там посмотрим. Все, это мы сделали. Давайте теперь по казематам. Решим сразу же по казематам. Как я же говорю, эти дюймовки ставить можем только на нос. Ну, смысла нет, потому что наоборот у них, вот это, допустим, носовых орудий будет сектра довольно маленький. У этого хорошего, но всего одно. То есть, бесполезно. 5-ти дюймовки аналогично, то есть, только сюда можем поставить их, то есть, бесполезно. 2-х дюймовки, 2-х дюймовки, о, 2-х, 4-х, 4-х, прощения, дюймовки, мы можем поставить, в принципе, много куда. аналогично, 3-х дюймовки. Здесь даже еще больше у нас появляется мест. Здесь теперь надо подумать. Здесь теперь надо подумать. Что можно сделать? Можно сделать какие-нибудь 127-мм орудия. Безусловно, можно. Стоит ли? Не знаю, не уверен, честно скажу. То есть, 102-мм калибр, в принципе, тоже такой, можно сказать, в российском флоте применявшийся. В честности, вот на осминцах Новик, как бы, да, они стояли. Ну, это, конечно, первая мировая уже, но... Так, давайте подумаем. Давайте, да, сюда поставим все 4-х дюймовочки, вот так вот, по-моему, все стоят хорошо. А сюда повыше мы поставим 76-мм, может быть, так, либо, ну-ка, если 2-х дюймовочки, ну, 2-х дюймовочки тоже. Давайте 2-х дюймовочки, да, здесь у нас получается 51-мм. Опять же, в российском флоте обычно ставили орудия калибром 47-мм, то есть, как правило, да, вот я предлагаю 47 сюда и поставить. не то я делаю, вот, вот они, ну, вот у нас есть 47,5, то есть, нам нужно минус 3, я вам предлагаю 3,5, я хочу минус 3, ага, 48, ну, хорошо, без проблем, минус 4, да, 47, все, отлично, это я начну мне это неправильно посчитал, поставим тогда вот так, то есть, у нас будет такая батарея у нас по 7 орудий на борце 2-мм, и получается по 5-47 миллиметров, надо их сейчас еще немножко прикачать наш корабль, в частности, что я хочу сделать, давайте наши 47, у нас secondary guns, есть еще, поставим их сюда, то есть, безусловно, мы корму можем поставить, и кто-нибудь еще вот сюда, я думаю, сбоку приткнуть, было бы неплохо, это орудие, как-нибудь так, пускай прикрывает нам еще с кормы, можно поставить еще второе, вот так, ну не знаю, в плане безопасности, но сектора кормовой башни, в принципе, оно срезает не сказать, что сильно, если уберем, то, ну, получше будут углы, конечно, да, ну, не знаю, но, в принципе, у нас получается на корму 6 орудий, так, я думаю, что более, чем достаточно, ладно, оставлю это пока так, то есть, на нос у нас вот эти вот казематные будут бить, так, и нам, соответственно, тоже нам нужно здесь минус 4, минус 4 ставим, 47, все, отлично, скоростельность у нас 3, ну, грубо говоря, раз в 4 секунды, шикарно, шикарно, и вес всего лишь 2 тонны, 2 и 3, ну, вот такой вот броносец у нас получился, по большому счету уже получился, у нас есть еще 800 тонн, давайте подумаем, куда мы их сейчас запихнем, барбеты можно взять, по большому счету, вот, надо ли, не знаю, почему, потому что у нас, ну, только 2 башни, и те башни ГК, то есть, нужны ли им защищенные барбеты, большой вопрос для меня, честно скажу, так, давайте сделаем вот что, Святой Александр наш, так, по зарядам, по страдам у нас выбора тоже сейчас нет, но давайте-то возьму сейчас преимущественно фугасные, для всех орудий, по страдам, опять же, выбора у нас тоже нету, тяжелые брать не буду, потому что слишком сильно добавят на весе, хотя, слушайте, а здесь даже не сильно, рабочие-то писали, что вроде поправили это, потому что тяжелые снаряды довольно много стали добавлять, но нет, похоже, нет, так, взять ли нам-то тяжелые снаряды, к стоимости, к стоимости сильно добавляют, да, потому что у нас сейчас так на 200 тысяч дороже получается, 200 тысяч это сейчас примерно ценник-меноносца будет, да нет, давайте оставим-то стандартные, так, кстати, может быть даже легкие взять, слушайте, будет у нас залп побыстрее, не знаю, да нет, ладно, пускай будет стандартные, так, перезарядку мы возьмем, кстати, улучшенную, это однозначно, поворот у нас гидравлический, все, все, здесь все по модуям получается, броня, поезд у нас 322 миллиметра, ну, неплохо, кстати, давайте 320, так и оставим, это у нас получается Iron Plate сейчас, да, это не Compound, у нас Compound, потому что, повторюсь, у нас по весу очень сильно начинает нагружать, с этим можно справиться, тоже с этим весом, то есть, опять же, поменьше казематы, поближе орудия можно поставить, немножко сейчас сэкономить, вот на, кстати, можно по большому счету сейчас немножечко орудия, если мы так перенесем, углы будут поменьше, но по весу мы опять же сэкономим каземата подубрать, трубу одну убрать, скорость скинуть, и можно поставить Compound, ну, не знаю, не знаю, не знаю, видите, опять же, 2100 тонн мы вылетаем, то есть, ну, если переборки убрать, как бы, то есть, ну, тоже не сильно много, да, дальность можно еще уменьшить, ну, тоже, вот, чуть-чуть не влазим, то есть, я лучше все-таки пока что Compound ставить не буду, поставлю просто Iron Plight, вот эти вот, железные плиты, просто сейчас немножко вложимся в толщину брони, поставим даже поиск, может быть, 400 конечностей по 100, и я думаю, что будет нормально, так, у нас, смотрите, довольно большой перевес на нос сейчас, это прям плохо, это прям плохо, давайте, как ромовую, все-таки башню, смещу немножко назад, так, и трубы, можно сейчас немножко поиграться с трубами, здесь есть место на корме, мы можем сейчас машинное отделение сдвинуть ближе к корме, сейчас последний трубой передвину, у нас должно еще пару процентов уйти, да, 3% у нас ушло, отлично, то есть было 20%, передвину осталось 12%, ну шикарно, прям неплохо, неплохо, ну вот 12%, что, 12% надо комментировать броней, так, если корму на 150%, мы загружаем миллиметров, что довольно неплохо, да, заодно ромбельное отделение, там все это прикрываем, у нас будет минус 4,7%, ну нормально, так, палубу давайте сделаем потоньше, 67 нам не нужно, кормовую, как раз можно поставить 60%, тоже побольше, да, ну видите, 0,2 стало, то есть почти что с балансом мы справились, с собой можно поставить 40%, даже вот на кормушке небольшой перевес, ну ладно, так, суперструктуру, давайте сейчас процентов так, на 20%, то есть это броня настроек, труб там всего вот этого, и у нас есть еще внутренняя палуба, так, ну ее можем сейчас, насколько мы можем, давайте посмотрим, сколько прокачаем, на 30 миллиметров, ну неплохо тоже на самом деле, то есть суммарно палуба у нас будет 80, что еще, что еще, длину 40, 70 мл, миллиметровых орудий можем увеличить, ну на 2%, можем, ну можем, пускай будет, по большому счету, там 2%, да, не бог и что, почему бы и нет, почему бы и нет, ну 102-х миллиметрового орудия, конечно, не знаю, что бы из них-то сделать такое, ну сделать 76-миллиметрового орудия, если и так есть, то есть нет смысла, 85-ки тоже, как и глупо будет, да не буду, нормально броняносится, ладно, нормально, 70 тонн у нас осталось, так, ага, так, нет, барабеты все-таки нам не влезают, так, вообще нам барабеты, что дадут-то, флэшфайр, только, да, ладно, не буду брать барабету, то есть, опять же, у нас будет 16-ти узлов, и такой броненосец, так, ну-ка, на 17 узлов мы там сильно вылетим, за водоизмещение, это на 80 тонн, кстати, мы вылетаем, ох, 80 тонн, 80 тонн, это можно как-то скомментировать переборками, получить даже еще 300 тонн в запасе, на 17 узлов, это, конечно, лучше, чем 16, это на узел больше, не знаю, даст это какое-то преимущество, либо сделать 16 узлов, опять же, уменьшить переборки, у нас получается, смотрите, еще довольно много и по весу, почти 500 тонн свободных, то есть, там хватит на какие-то апгрейды, на что-то еще, либо поставить барабеты, да, смотрите, все-таки поставить барабеты мы можем, пускай она будет вот так с барабетами, все-таки, у нас и так, когда броня будет железная, что тут стали железные, то есть, да, не никелевая, не никель стальная, поэтому оставим все это дело так, что можно, пояс может приподнять, тогда я даже не знаю, на 400, там каких-нибудь 20 миллиметров, ну-ка, да, смотрите, влезаем, влезаем, отлично, 99%, ну все, у нас осталось здесь 100-150 тонн, давайте у нас-то оставим их на модернизацию, даже может до 410 уменьшу, вообще, как раз пробиваем из-за орудий, сейчас, смотрите, ага, 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 интересно, пробиваем из-за орудий, то есть, бронебойка, сейчас мы пробиваем свою же броню, там, грубо говоря, с 10 километров, нормально, весьма нормально, ну, пускай будет 410, ладно, все, меня это устраивает, без проблем, без проблем, давайте сохраняем, Святой Александр, называется он с корабль, в принципе, мне все нравится здесь, да, да, такой раз броненосец, а стоимость у него 8 миллионов 700 тысяч, ну, весьма себе, так, далее, 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 ну, делать какой-то второй тип на броненосце, на этом корпусе смысла не вижу, то есть, да, ставить какие-то более легкие орудия, там, что-то еще, играться с его шириной и высотой, здесь, если стандартное, потому что, опять же, можно было бы его занизить, допустим, на эти точности, оно пострадает живучесть, а живучесть у нас и так, как бы не очень, раздать его в ширину, опять же, можно, то есть, да, увеличится живучесть, но, вот, размещение придется уменьшать, то есть, скорее всего, на 103 труба не влезет, поэтому, нет, 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 то есть, все, Святой Александр, пускай будет так, сейчас мне нравится, я думаю, что довольно сбалансированный в целом корабль, давайте дальше переходим, так, и давайте сейчас выйдем, и зайдем снова в конструктор, потому что, я помню, эти приколы, до сих пор эти баги, когда делаешь там 3-4 проекта, потом выходишь, игра зависает, и начинаешь все заново, нет, на это больше я не поведусь, игра, нет, так, давайте, теперь что, крейсер, приносный крейсер, давайте посмотрим, что мы сможем выжать с него, здесь одна проблема, опять же, как и у итальянцев, как и у всех, что у нас влезает только одна труба, то есть, одна, причем, ну, среднюю, ладно, запихнуть мы можем, в филу, визбот, эффективность двигателя 21%, допустим, мы ставим скорость 18 узлов, 30%, то есть, такой эффективности, ну, сами понимаете, лоит нам особо нечего, из этого следует что? Из этого следует то, что если мы хотим какую-то более-менее нормальную скорость, нам нужна вторая труба, я предлагаю поставить какую-нибудь вот так, то есть, на место кормовой башни, при этом корпус получился довольно сбалансированным, у нас опять же кормовое отделение уехало в корму, как вот мы это делали на итальянцах, но зато есть баланс. Далее, давайте теперь тогда настройки, у нас носовая, кормовая, опять же сейчас расставим их, носовую консультацию, сзади мы поближе, кормовую, 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 опять же, можно поставить сюда, то есть, да, за трубой, можно поставить сюда, на ее штатное место, здесь, давайте посмотрим, что мы можем поставить, вот на эту приступку, то есть, да, вот это окончание полубака, даже 76, видите, поставить мы уже не можем сюда, то есть, да, а нет, можем, 76 мы как-то поставить еще можем, то есть, если каким-то таким образом, поставить какую-нибудь там, 4-х дюймовочку опять же можем, нет, нет, 4-х дюймовочку, видите, мы уже поставить не можем никуда, а жалко, да, жалко, вот сюда бы две штучки, прям было бы хорошо, но, кстати, их можно поставить вот сюда, смотрится, тоже неплохо смотрится, Да, давайте сейчас кремовую настройку мы ставим сюда. Так, поближе к центру вот так вот и выставлю. Вот здесь у нас будет 2-4 дюймовочки. Ну, пока что так довольно неплохо смотрится. Мне нравится. Здесь опять же минус, какой всего вот этого дела. У нас игра требует 2 башни главного калибра. То есть я не понимаю, чёрт возьми, зачем они 2 башни. Ну да. Ну да. Ну давайте 2 башни. 6 дюймовки ставить, наверное, не буду. Я думаю, 8 дюймовочки взять. Почему, может быть, даже 1 рудийный. Потому что, видите, 2 рудийный у них 43 секунды, а 1 рудийный 28. Лучше, мне кажется, здесь меньше да лучше сделать. Но вот видите, она не влезает, зараза, сюда. То есть труба в любом случае мешает. Мешают не орудия, а мешает труба. Что мы с этим можем сделать? Не знаю, ничего. Ну что? Я просто пробовал поставить трубу на настройку сюда, вот сюда она не влезет. Сейчас давайте даже покажу. Видите, она не лезет. То есть вот сюда ее можно выплотнуть, но она не лезет просто. И играясь там длиной, шириной корабля, она все равно не влезет никак. Это как бы это факт. Там эта данность, с этим только понятие простительным остается. Поэтому здесь я что предлагаю? Сейчас от нас требуют все-таки 2 рудия. Ну окей. Возьмем 8-дюймовочки, 2 одноорудийные. И поставим их вот так. Почему бы и нет? Смотрите, у них получаются углы. Грубо говоря, то есть обе башни могут стрелять, ну примерно тогда на 15-20 градусов на нос. То есть да, с курсовыми углами. Плюс имеют перезарядку обе быстрее, чем такая же одна башня, но двухорудийная. То есть да, двухорудийная будет давать залп раз 40 секунд, а эти будут давать по залп раз 28. Плохо, что это получается только на носу. На кармане у нас нет ничего. Ну, там такова жизнь. На будущее, да, модернизация данного кризиса очевидна. То есть снимаем одну башню, переносим в корму, убираем трубу, как только изучим индукционные котлы. То есть, ну вот и все. Давайте я перейдем к казематам. 102 миллиметра у нас здесь есть. Здесь тоже как бы 102, видите, можно поставить весь сюда. Взять, допустим, 51, можем поставить только в нижний каземата. 76 попроще, 76 можем поставить опять же куда угодно. Так, и вот тут тоже напрашивается вопрос. Да, как говорится, у меня есть вопрос. Давайте поставим сейчас 51. Три штучки вот так сюда. Давайте казематам остальные. Запихнем 102. То есть это будет как-то вот так вот у нас. Здесь получается, в принципе, неплохо. То есть, да, у нас будет по 6 орудий на корму. И, собственно, на носу у нас будет еще ДК. Также теперь мы имеем место, чтобы поставить 51 еще вот на вот эти вот настроечки, собственно, за нашими... Опа. Нашими другими настройками. Скажем так, да. Все. Вот как-то так мне нравится. Мне нравится. Сейчас давайте вот эти вот орудия мы также уменьшим до 47 миллиметров. Миллиметров, то есть минус 4. Ну, такой ролеплей немножко, да, ставим типично калибр, опять же, для русского флота. То есть у нас были 47 миллиметровые пушки. Ставились. То есть у нас было 37 миллиметров, 47 миллиметров. Потом у нас уже пошли 75-миллиметровые орудия, как раз вот с типов Пересвета, вот с броленосцев. Как-то так. Такой вот крейсерок. У нас эффективность пока что 60%. Ну, сейчас, опять же, немножко пошармоним со скоростью, со всем остальным. Давайте берем улучшенную перезарядку. Здесь, как мы уже видели, брать нечего. Тоже преимущественно фугасная. Цедальку первую. Компау здесь взять можно. Вот здесь, смотрите, здесь он почему-то уменьшает, как раз, вес. То есть вот Iron Play 3600, а берем Компау 3500. То есть, да, опять же, там, уличная магия. Ну, окей, окей, военно-морская магия. Не спрашивайте, почему так, я не знаю. Как бы, если у вас есть какие-то на это дело ответы, то напишите. То есть, соответственно, да, по идее, там 12 АД или все дела. Но здесь, видите, она не менялась. То есть, и на броненосцах не менялась. Только ты меняешь броню, там она увеличивает вес, а здесь она уменьшает. То есть, ну, вот, там чудеса случаются, я не знаю, как это еще назвать. Так, здесь точно берем Барбета, потому что здесь у нас башня есть. И, тем более, восьмидемовки стоят довольно скучно. Подрывов я точно не хочу. Ну, что еще? Можно, кажется, я забыл, кстати, на Александрин его балансный руль, может быть, взять. Просто он дает всего лишь одну тонну, поэтому... Такое. Африкан предлагают назвать. Ну, такое, не самое логичное, может быть, название для российского императорского флота Африка. Ну, почему бы и нет? Опять же, да, для колоний, такой крейсер, для каких-то путешествий вполне пойдет. Вполне пойдет. Вообще, внешне мне он нравится, вот, я бы оставил бы на нем только одну башню ГК. То есть, одну восьмидемовку и дальше четырехдемовки. Ну, вот, видите, игра требует от нас две башни, хоть ты что-то делай. Ну, две, значит, будет две на носу. Ну, вот так. Надеюсь, мы будем выигрывать за счет скорострельности, то есть, в сравнении с одной-двух рудийной. Но проигрывать, безусловно, в живучести и в стоимости. Так, что у нас по броне? Поезд 122 миллиметра. Ну, это, конечно, немного. Вот наша четырехдемовочка сколько пробивает? Давайте посмотрим. Да, нормально она пробивает. 143 миллиметра она пробивает. Но, опять же, сейчас у нас будет компаут. То есть, наши 120, это плюс еще 35%, это где-то порядка 160. То есть, опять же, с 5 км наша четырехдемовка у нас не пробьет. Но это, конечно, ни о чем. Так, S180, про него можем поставить? Да, смотрите, можем. Ну, 180, это уже что-то. С этим можно работать. Те же самые, да, вот наши 47 уже нас в упор не пробьют. Хорошо. Так, у нас на крому довольно большой перевес. Да, вот сейчас нам как раз выгодно бронировать нос, потому что нашему кораблю явно надо будет идти носом к противнику, безусловно. Поэтому стоим миллиметров мы вкидываем в нос. Что еще? Ну, суперструктура можно немножко вкинуть, потому что у нас, как бы, так, да, настройки трубы от них, скажем так, критически все зависит. Палубу 15 нам максимум игра дает, окей. Ну, что еще? Что еще? Я даже не знаю. Даже вот не знаю, честно скажу. То есть, интересно, сколько у нас 43 миллиметровки-то? Ага, 30 калибров, да? В реальности, кстати, они были 43 калибра. То есть, здесь у нас они сильно меньше. Ну, здесь мы особо их увеличить-то тоже не можем. То есть, на 2%, ну, станут они у нас вот... А даже не станут. 30 калибров так и остались. Ну, и ладно. Ну, и ладно. Так, тогда и оставим. Здесь просто, опять же, вот я хотел сказать, все забываю, почему нельзя сделать какой-то стратический крейсер. Потому что, опять же, если брать историю, если брать реальные корабли, на кораблях нашего флота, в том числе тяжелые орудия, часто стояли в казематах. То есть, именно в казематах. А казематов у нас сами нет. То есть, в казематах у нас максимум 5-дюймовка. То есть, засунуть туда какие-то 8-дюймовки, да? Чтобы сделать какой-нибудь там прототип рюрлика, чего-то еще мы не можем. Опять же, всякие Владимира Мономахи, там, дневники ледонские. То есть, сделать мы их не можем, потому что, опять же, у нас нет нормальных казематов с 6-дюймовками, там, да? И вот этим всем. Поэтому, поэтому так. Поэтому так. Кстати, вот сюда можно поставить еще маленькое орудие. Слушайте, вот что-то сразу не допер. Давайте-ка сейчас. Second Reguns. 47. Мы уже можем как-то еще вот-то, может быть, нет. Нет, что-то, не можем смотреть. Вот я вот прям напрашиваю сюда какая-нибудь пушка, ну, ладно. Нет, так и нет. Так, ну что, все. 180 у нас броня. 100 носовая. Ну, не густо тоже, конечно, пробиваться-то он будет. Ну, посмотрим. Посмотрим. Компал, тем более, Африка. Ну, это я не знаю, вот, 18 узлов. Либо, может быть, до 17, конечно, скинуть. У нас будет лучше по эффективности двигателя. Видите, у нас, получается, еще будет плюс по весу небольшой. То есть, мы можем получше добронировать. Ну, давайте, пожалуй, да, скину до 17 узлов. Ладно, зато сделаю сейчас пояс 200. Ладно, 200 не сделаю. Борщину, согласен. 190. 190. Отлично. Можно корму до 50 сейчас увеличить, кстати, например. Либо даже до 60, хоть немножечко. Так вот. И баланс будет получше. Ролл, конечно, параметры большие. Мне это не нравится. Ну, здесь только увеличивать ширину, уменьшать длину. Но, опять же, длину уменьшать здесь нельзя, потому что, иначе у нас не влезет труба. Здесь и так все очень сильно впритык. Ну, на мой взгляд, корабль получился, в принципе, красивый. То есть, я не могу сказать, что он сильно реалистичный. Потому что, в реальность, я бы оставил только одну башню здесь на носу. Ну, как есть. Так все вписывается. То есть, за борт у нас никакие орудия не вываливаются. Ширины нам достаточно. Все хорошо. Сохраняем. Все. Есть. 3 миллиона, кстати, Африка стоит у нас. Ну, то есть, один броненосец, это как две спины Африки. Окей. Можно было бы, кстати, сделать что еще. Давайте сейчас, ладно, новый корпус возьму. Можно было бы сделать что-то по типу броненосца береговой обороны адмирала Ушаков. Вот, опять же, то есть, на экранах у вас. Надеюсь, не забуду добавить. Вот. У них было что? У них было две по 254 миллиметра пушки. Ну, видите, вот здесь вот на корму поставить мы можем. А на нос, ну, вот влезает, но секторов у нее не будет никаких. Причем я пробовал, допустим, вот если уменьшать сейчас ширину, высоту, то есть, да, и растягивать корабль, то все равно получается фигня. То есть, видите, ну, не поставить, не поставить нормально носовую башню. Ну, вот, хотя по водоизмещению, вот по адмиралу Ушаков, да, вот броненосца береговой обороны здесь идеально вписываются, потому что у них как раз было порядка 4000 тонн водоизмещения. Там, 4400, по-моему, 4500, как-то так. То есть, у нас вот 4000 тонн, но вот чуть-чуть, видите, башня не входит. Иначе, кстати, вот этот корпус был бы очень сильно даже подходящий для этих вот броненосцев береговой обороны. И это было бы здорово, но вот так. Ну, вот так. Ну, оставить калибр меньше, то есть, ну, опять же, можно такие, там, 230 поставить, допустим, вот они сюда впишутся, но смысл. То есть, у нас и 230 тогда, получается, есть. Опять же, скорость. Ну, это так, немножко отвлекся. Давайте переходим к легкому крейсеру 1. Здесь, опять же, то есть, данные корпуса, они есть у всех наций, вот за Италию мы такие же делали. Здесь, на базе этого корпуса, можем сделать что-то подобное, какой-нибудь там крейсеру боярин, там, да, например. Ну, опять же, сейчас у нас немножко слишком ранняя эпоха, то есть, нормально все это впихнуть, сюда скомпоновать мы вряд ли сможем. Поэтому сможем сделать то, что сделаем. Давайте возьмем сейчас носовую настройку, возьмем кормовую. То есть, сейчас просто будет какой-то усредненный крейсер в реалиях игры, то есть, скажем так, его взял. Так, скорость нам предлагает 20 узлов, но, в принципе, в принципе, для этого года, я считаю, достаточно. Давайте сделаем его даже 4-трубным. Что у нас, кстати, будет по дыму? Минус 6%, ну, довольно много, довольно много, но... Ну, что поделать. Ну, что поделать. Так, по орудиям, опять же, то есть, 5-дюймовочки нам предлагают, видите, только башенные, которые технически поставить, может быть, даже и сможем, если ширину зададим. Ну, так. Ну, в принципе, да, поставить мы сможем, смотрите, то есть, если вот... То есть, вопрос, нужны ли нам сейчас 5-дюймовочки на легком крейсере, мне кажется, что сейчас они будут избыточными. Я бы лучше поставил бы 4-дюймовочки, 102 миллиметра. То есть, как-нибудь вот так сильно очистить я не буду. То есть, да, не будем повторять какой-нибудь там опыт с Квилибри. Хотя и так, мне кажется, довольно плотно получилось. Ну, 12-4-дюймовок, то есть, по 6 на борт, я думаю, вполне нормально. То есть, ни больше, ни меньше. В казематы, опять же, поставим сейчас 47 давайте наши. Так, причем, может быть, смотрите, мне здесь что не нравится. Мне не нравятся вот эти вот две пары орудий. Они довольно плотно здесь стоят как-то вот. Я думаю, что давайте сейчас вот носовые вот эти вот я две удалю. В пользу чего я их удалю. Я поставлю сюда просто одно центральное вот так вот орудие. Вот, я думаю, что это будет лучше. Получается, краник будет те же самые, что у этих двух пушек. Да, огонь на нос, конечно, меньше, но нос здесь, в принципе, видите, и так могут переорудия действовать. А иначе бы, если бы вот эти пушки у нас закрывались бы. Ну, вот, но шанс на какой-нибудь там флешфайр у нас будут, опять же, меньше. То есть, и меня так это радует больше. Меньше, больше, наверное, запутал, скорее всего. Ну, ладно. Так, ага. Так, настройка будет мешать. Окей, настройка. То есть, вот здесь вот корпус, нам придется где-то процентов, так, примерно, на 5 растянуть в ширину. Ну, ладно, растянем. А что бы и нет-то? Растянем, растянем. Так, и тогда давайте, давайте только раз его сейчас на 5 тогда уменьшим и в высоту. Вот так. 2010 тонн. А, опять же, сейчас немножко ползунком, но вот так подровняем. Так, пишет нам игра, что какие-то пушки имеют плохие скорость стрельбы. Ну, не знаю, о чем это игра. По-моему, все хорошо, по-моему, все нормально имеет там. Так, что мы еще можем поставить сюда? Видите, было бы неплохо поставить Т-47, может быть, щитовые установочки тоже. Даже может быть, вместо какой-нибудь центральной пары орудий, но мы это сделать не можем. Просто не можем. Абсолютно игра, да, мне поставить какой-нибудь каземат, что-нибудь еще, но нет. Тропеды. Давайте на легкий крейсер поставим тропеды. Может быть, это, конечно, будет зря, но... Не знаю. По-хорошему, да, вот раньше и на мариносто ставили, то есть, причем довольно много тропедных аппаратов ставили. То есть, ну... Здесь я понимаю, что тем самым я сейчас ослабляю корпус. То есть, да, но это у меня такая больше дань истории будет. То есть, у меня сейчас получается 10 четырехдюймовых орудий, 4 двухдюймовых и 4 подводно-тропедных аппарата. Ну, вполне нормально, я считаю. Скорость 20 узлов. Проектная, да, опять же. Потому что, когда мы построим корабли, у нас сегодня будут какие-то недостатки, включая там перевесы, недобор скорости и все что угодно. Так, кстати, компаут мы можем взять. Да, здесь компаут нам дает еще 200 тонн, шикарно. Первую возьмем. Ну, здесь фугасные, улучшенную перезарядку. Торпеда у нас 15-дюймовая только. Увеличить бы комплект смысла не вижу. Можно, кстати, даже его бы и уменьшить, пожалуй. Да, это даже да. Потому что, видите, он резко уменьшает и вес, и стоимость. И почему бы не. По одному торпеде, я думаю, что запасом хватит. По броне. Так, 120 пояс можем? Можем, шикарно. Куда у нас перевес? Немножко на корму. Давайте, конечно, по 20 мм сделаю. Слишком толстой-то не буду. Палуба меня устраивает. Суперструктуру можно подтянуть тоже до 20. И внутреннюю палубу давайте на 7,2. Так, и наше 51 мы также делаем сейчас на минус 4. И до 47 их уменьшаем. Все. Опять же, это будет такое более историчное у нас орудие. Более историчное вооружение. Ну все, в принципе, крейсер мне нравится. Опять же, вооружением он сейчас не перегружен. Вот кормовые. Эти две пушки, конечно, довольно рядом стоят. Это, может быть, не очень хорошо. Но, в принципе, здесь и носовые не сильно далеко, поэтому. Но так, это не эквилибрия. Я не думаю, что это будет слишком сильно взрывоопасно. Выглядит вполне неплохо. Опять же, ну, какие-то исторические прототипы я еще претендовать, конечно же, не буду. Но что-то такое, скажем так, дух какой-то истории в этом крейсере живет явно. Называется тип посадник. Ну, окей, пускай будет посадник, посадник. Без проблем. Без проблем. Без проблем. Кстати, по новым фишкам, да, опять же, видите, какие-то там минные направляющие. Какое-то противоводочное оборудование пока что поставить мы сюда не можем. Этот крейсер, поэтому будем думать, что с ним сделать уже потом. Что, кстати, по разведке он, интересно, дает? Рекон, рекон, рекон 2038. Да, ну, неплохо. Все, сохраняем проект. На всякий случай выйдем. Стоимость. Забыл послевать стоимость. Но стоимость у нее 1,6 миллиона. Ну, нормально. То есть, опять же, в половине дешевле Африки. Так, ну и все, что нам осталось. Такое-то миноносец кидать сейчас. По сути, штука бессмысленная сейчас. Вот, опять же, в реалиях игры на данный момент. Но пускай будет. Опять же, для разведки, может, там кого-то добить, может, что-то еще. То есть, тут такое. Ну, вот, прям, это рекон в два раза больше, чем у легкого крейсера. То есть, разведка, да. Так, давайте ставим-то настройку. Что у нас предлагает по скорости? 26 узлов. Да, даже неплохо. Давайте 26 и 26. Стандартные каюты. Взрыв. Название взрыв. Ну, даже не знаю. Не было, по-моему, слишком вещим. Для этого типа кораблей. Так, маленькая труба. Удастся, активность, 29%. А вот этот, тут, сдвоенный, 58. Ну, ни о чем, конечно. Да, придется, он стоит даже для метки. Или бы таких. Да, таких придется ставить. Ну, хотя бы 87% дотянем. Уже неплохо будет. Что еще? Кормовые настройки у нас здесь нет. Брагетов, понятное дело, нету. Торпеды я даже не знаю. Надо ли она вообще ему. Дальность на 9 километра. Как бы это такое, если бы, довольно смешное занятие. Да и поставить ее особо некуда. Так, ну-ка, если мы сейчас увеличим ширину по максимуму. Нет, ведь трубы все равно будут мешать. Трубы нам все равно будут мешать. Здесь, кстати, можно с трубами это обойти немножко. Как обойти это сделать вот так? Принести это на корму. Да, а сюда сейчас мы поставим по тропедному аппарату на борт. Так, вот сейчас мы их вывесим. Не знаю, получится ли так. Сейчас два поставить. Или игра скажет, что не, парень, так не работает. Да, видите, игра нам все-таки так сделать не дает. А жаль, а жаль. Было бы интересно. Так, ну, кстати, может трубу еще немножко? Нет, трубу нам уже не сместить. Так, нет, ну, все-таки я хочу... Слушайте, какое-то такое бротовое расположение. Мне прям даже интересно. Давайте-ка вот так. Теперь пробуем пропихнуть сюда когда-то трубы. Вот, вот так. Вот так. У нас единственный перерез на корму, конечно, очень большой. Это плохо. Это плохо. Плюс нам еще орудия нужны, да? Ну, опять же, орудия поставим сюда 47 сейчас. Несколько штук сюда, сюда, сюда. Ну, и, пожалуй, на корму одно влезет. У нас нет. Нет, на корму не влезет. Ну, кстати, можно между пушек вот так сюда поставить по два орудия. Так, ширина у нас на максимуме. Так, и давайте-ка сейчас здесь стоять диаметры на минус 4 тоже. Будет на 47 миллиметровки везде. Вот опять же, глянули, что маленькие сектора. Играя, я с тобой согласен, да? У нас маленькие сектора, но жизнь, боль. Если можно трубу немножко принести на корму, опять же. Такие дела у нас. Да, в смысле, утеристика растали шикарными. Все, супер. То есть, у нас много мелкашек. Что, 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 что? Можно сказать еще про это все. Про это все дело. Можно немножко сейчас уменьшить его осадочку. Так, не то я включу. Немножечко сейчас нарастить ему водоизмещеница. Замена освободившегося веса, собственно. Так, а, стоп, у нас 275 тонн. Все, понял. Понял, понял, понял. Я думал, у нас 300 тоннник просто, поэтому я вперед и пошел крутить. В принципе, нормально. Вот 275 тонн. Четко вывел. Опять же, нам, в Греб пишут, что некоторые орудия имеют маленькие. А есть как раз тюрьбы. Ну, не знаю, о чем вы. Так, давайте-ка вот эту вот носовую одну орудию уберу и поставлю сюда 7-6 миллиметровку. Опять же, повторюсь, у нас калибр более ходовой был 75 миллиметров. Но здесь проблема какая? Видите, минус 1 не дает, да? То есть, ставлю минус 1, не уменьшает. Минус 2 не уменьшает. То есть, в минус оно не дает. Сейчас загнать никуда себя, поэтому тут... Сейчас минус давайте 8 поставлю. Нет. То есть, плюс, пожалуйста, минус, к сожалению, мы не можем уменьшить. Логично, если взять, как бы, сейчас 51 миллиметр, то мы не сможем увеличить его до 75 миллиметров. То есть, только до 73, поэтому я сейчас даже не буду раскачивать с этим играться. Просто ставлю 76 миллиметров там. Ну, плюс-минус миллиметр, как бы, ладно уже, да, потерпим, я думаю, что. Броню поставить мы тоже никуда не можем. У нас проблема какая? У нас большой ролл, да? То есть, бортовая будет. И у нас, получается, что у нас перевес на корму довольно большой тоже. Что с этим делать? Можно, конечно, меньше скорость, 25 узлов, если убрать кормовую трубу. Но нет, это плохо. Это плохо все-таки эсминцу, да, ему нужна скорость. Опять же, тропедная атака это одно, как бы, ну... К минимум, он должен иметь возможность уйти, должен иметь возможность там куда-то разведывать, передавать какие-то данные. То есть, без этого он не имеет никакого смысла. Поэтому 26 узлов нам нужно. Ну, а перевес на корму даже не значит, сказать, чем вас компенсировать. Поставить сюда С-76, но я не хочу, это будет слишком тяжело. Если убрать тропедный аппарат и перенести одну трубу сюда. И тропеды поставить как-то вот... Ну, видите, сюда они тогда не ставятся, в общем-то дело. Вот так мы срезаем сразу с сектором. Компоновка-то, да, какая сложная. 33 процента на корму. Так, ну, конечно, мы сейчас все-таки уберем эти орудия, хорошо. Трубу сейчас поближе подтянем. И теперь наши 47 миллиметров мы поставим куда-нибудь вот сюда. Ну, блин, не нравится мне, что дать крапия, получается дерьмовые. Она очень дерьмовая, очень ужасная. Но зато с первенством кормов, потому что справились, подроу стал 71 процент. Жесть. Так, не, ладно, давайте сейчас вернемся, как это было. Благо сделали эту функцию. Так. Эти, все, больше не дает нам вернуть. Ну, ладно, сейчас. Сейчас я так, например, помню, как это все было. Это было как-то вот так. Так, только труба на тебя. Вот эти были трубы. Так, ну вот, 47. Ну, что сказать, конечно, не самое лучшее, которое наносится в моей жизни. Но пойдет, пойдет. 27 узлов. Давайте оботкнем обратно, как и было. Ничего расслабляться. Дальность хода у него 2000 километров. Тоже неплохо. Ну, что, здесь, здесь я думаю, что все. Можно ускоренную переизрядку еще взять ему. Тоже хуже не будет. Что, на полпроцента, значит, с кормой еще убирает. Ну, потому что, опять же, логично, у нас на носу-таки больше всяких орудий, поэтому ускоренная переизрядка там больше и влияет. Так, ну, немножко удлиним сейчас наши орудия еще тоже 45-очки. 47-ми миллиметровочки, точнее. Все, взрыв. Миноносец, взрыв. Окей. По-два тропедных аппаратов по-бортно стоят. Ну, в принципе, нормально, нормально. То есть, да, он дисбалансными наносится, но тут уже либо баланс, либо какое-то количество орудий, какая-то эффективность. То есть, вот только так. В любом случае, компромиссы будут. А наоборот у нас получается 2 по 47, а 1,76. Там, так, это уже совсем попугать. Да. Ну, ладно, давайте сохраняем. 15-м у нас пускай будет в запасе тогда. Потом изучим какие-нибудь 300-тонные миллионосцы и уже проапгрейдим, там, может быть, с этого товарища. Все, сохраняем. Save Decision. Есть. Ну, и, пожалуй, что все. Пожалуй, что все, потому что сейчас каких-то новых типов кораблей закладывать нет никакого смысла. У нас есть 4 корпуса, 4 корабля. Да, 500 тысяч всего лишь, получается, там взрыв стоит. Давайте теперь распределять по флотам. Преизвел тут небольшую калькуляцию. Смотрите, будем строить сразу эскадрами. Начнем с Балтики. На Балтику я хочу сделать сейчас что? Хочу сделать сейчас 2 броненосца. Строим. Затем Тоже хочу построить 2 тяжелых крейсера типа Африка. Броненосца крейсера. Затем Тут даже 2 легких крейсера-посадник бронепалубных, получается, и 4 эсминца. То есть, опять же, Балтика, да, там всякие Шхеры, Тумана, там все дела. Ну, Шхеры, это, конечно, больше от Финнам туда, но тем не менее. То есть, там миноносцы типа Взрыва, я думаю, что будут иметь какие-то шансы. 4. Все. Это все у нас будет в Кронштадте. Давайте выбираем. Кронштадт. Есть. Потрачено. Все. Это у нас, получается, эскадра будет для Балтики. 2 броненосца, 2 броненосных крейсера, 2 бронепалубных и 4 миноносца. Далее, давайте, самый, скажем так, тяжелый для меня, который предполагается на направлении, это Тихоокеанский флот. Туда мы сейчас ставим, что? 3 броненосца типа Святой Александра, на 26, да, 26,1 строим. Затем, Африке, я хочу поставить туда 4, потому что, опять же, да, броненосные крейсера, ну, будет у нас такой аналог Владивостокского отряда крейсеров, то есть, да, какие-нибудь конвои, перехватывать что-то еще с их 17 узлами. Ну, шансы есть, скажем так, да, броня неплохая, отбиться тоже могут. Строим. Далее, далее, крейсера типа Посадки, также 4 штуки туда отправим. То есть, тоже 20 узлов, тоже какие-то конвои, прикрытия вполне себе пойдут. А вот мироносцев мы поставим точно так же и 4, как и на Балтику. То есть, меньше не будет, но и больше не будет. Я думаю, что и будет вполне достаточно для какой-то посыльной службы, для разведки, без проблем. Все. То, что строится здесь, у нас пойдет сейчас на Тихий океан. Вот так, сейчас. Айн момент. Выберу все эти корабли. Жалко, нельзя здесь какую-то группировку делать, конечно, в этом меню очень сильно хотелось бы, прям вот, очень сильно хотелось бы. Так, все, это все у нас едет во Владивосток. Есть. Что остается по финансам? У нас остается 7 миллионов. 7,5 миллионов. Это катастрофически мало. То есть, фактически нам не хватит даже на броненосицу. Поэтому сейчас мы делаем что? Давайте делаем вот что. Построим сейчас одну Африку. Давайте одну. Есть. Сколько у нас остается? 4,5 миллиона. Отлично. Строим два посадника. 3,3. Отлично. Сколько по финансам? Миллион сто. И, кстати, строим два эсминца. Это у нас все пойдет на Черноморский флот. Потому что, повторюсь, как бы там я ожидаю пока что наименьшее напряжение боев. Может быть, я, конечно, сейчас жестоко ошибусь. Может быть, какие-нибудь итальянцы ко мне сейчас подойдут и сдадут мне жару. То есть, не исключено. Но, надеюсь, этого не случится. То есть, броненосцев сейчас на Черном море у меня не будет вообще. Там мы их будем строить. Мы же сами будем брать и строить. Это все у нас все в Астополь. Все. Есть. Потрачено финансы. Квит у нас до последней копейки. Сейчас давайте закинем еще, чтобы у нас строились верфи на 4000 тонн. Мы их расширим. Да и, пожалуй, пока что все. Пока что все. Теперь давайте глянем еще раз технологии. Что мы можем здесь прокачать, скажем так. Большие пушки пока не будут. 13 дюймовки мне не особо сейчас нужны. Это однозначно. Механизмы, механизмы турели, да, как здесь написано. Ну, можно, да, прокачать. То есть, что нам будет. На 5% будет у нас поворот пушек лучше. Ну, пускай, да. Почему нет? Мелочь, но приятно. Так, защиту корпуса давайте улучшим. Тоже до 5 месяцев, чтобы быстрее бы изучалось. Размер торпед я пока не буду улучшать. Мне нужно абсолютно. Конструкции корпуса, да. Вот здесь минус процентик к весу, минус 20,5% к постройке. Ну, неплохо. Давайте тоже тут пока ускорю до 14. Ну, а там посмотрим. Так, науэлл коммуникашнс. Ну, тоже можно было бы. Ну, ладно. Пускай пока так. Я думаю, что жмем на эту кнопочку старт компании. Посмотрим, что реально у нас приготовит. А теперь в Крымштадте, да. Два броненосца, два крейсера, два крейсера, четыре миноносца. Отлично все это есть у нас. Так, Севастополь. Севастополь у нас тут самый бедный получился, да, в плане флота. Чайноморский. Ну, там, скажем так, последствия Крымской войны, пускай расхлебывают, да. Все логично. Ну, и Владивосток. Здесь у нас самый сильный флот, безусловно. Но тоже, как бы, сильно назвать его может только оптимист против японского. Кстати, касательно японского флота. Мы же не посмотрели, что у них есть. То есть у них есть 110 кораблей, ух ты. Да, против наших, там, десятка. 7 броненосцев, 16 броненосцев крейсеров, 40 легких, 47 миноносцев. Ну, отлично. Мне кажется, меня просто сметут с этого моря. У французов очень много всего тоже, ух ты. У меня, вот, для сравнения, 30 кораблей всего. То есть по броненосцам, там, плюс-минус, с японцами попадаться еще можно. Там, если за Балтики все это перегнать, по крейсерам, то у них в два раза преимущество уже. По броненосцам, по бронепалубам, мне даже смотреть страшно. Тут 4 раза, на миноносцев 4 раза больше у них. Вот немцы довольно скромные, 70 кораблей всего. У них 9 броненосцев, 15 броненосцев на крейсеров, 30 легких, 16 миноносцев. Ну, такое. 64 островенгрии, ну, здесь 15 броненосцев у них, ничего себе. Так как у Британии, когда островенгрия, там, хочет, похоже, бросить воды часа моря и вызов. Так, давайте сейчас увеличим бюджет транспортов, пускай наш ВВП растет. Подготовка экипажей тоже можно пока что на полтинничек поднять. Технологии пока трогать не буду. Почему? Пускай у нас все-таки идет сейчас плюс 5 миллионов. Потому что мне будут сейчас закладывать новые корабли на дом. Ну и пока что все. Давайте сделаем следующий ход. Видно, сколько там бот по логам закладывает корабли. Конечно, очень сильно не хватает адекватных логов, честно сказать. Какую-то историю почитать. Что у нас здесь с кем есть? Ага, с немцами у нас улучшается в Северной Азии отношение даже внезапно. Ну, хорошо. Сейчас, патрульский бы сейчас с японцами что-то еще там сознательно я ухудшать не буду. Если они будут сами, окей, я не буду туда лезть. Так, у нас уже есть сейчас что? 5,8. Даже на броненосица не хватает. Жалко. Ладно, следующий ход. Надо еще подумать, закинуть сейчас, что 4-й броненосица на Тихом океане. Или все-таки в Севастополь закинуть броненосица. Ну, в Севастополе пока что там спокойно. То есть, я думаю, что никто не никого. Мы же все видите в Севастополе в своих портах, поэтому нас особо не напрягают. Мы тоже никого не напрягаем, как бы все отлично, все счастливы. Кстати, можно сейчас что сделать? Про этот ремонт поставить, всем средний было бы... Так, а через шестки я понял, но сейчас не работает, да? Так, ну все, средний есть. Так, давайте следующий хода пока. Хода, ходы. Вообще, интересно, конечно, реально, очень интересная игра. Сам по ней соскучился уже за эти недели. Так, с немцами на все отношения улучшаются. Ну, шикарно, шикарно. Так, здесь нас уже спрашивает пресса. Пресса нас спрашивает, что наш флот стал объектом шпионажа. Что мы можем сделать? Проигнорировать журналиста? Перевести скелки, скажем так, на японскую империю, что это их рук дело? Либо использовать это в каких-то своих политических играх? Ну, у нас сейчас недовольства ничего нет, поэтому давайте просто проигнорировим этот вопрос. Будут у нас такие единички недовольства, но черт бы с ним. Но не получим минус отношения к японцам. Мне это больше пока что сейчас нравится. Так, ну, отношения-отношения, понятно. Так, теперь уже вопросы про китайскую империю. Один из наших кораблей столкнулся с минусом китайской империи. Журналисты спрашивают, что сейчас случилось, что происходит, почему это китайцы обнаглели. Можно сказать, что китайцы ели мало риса, не смогли уезжать корабль на курсе, да? И это все их вина. Да, получаем престиж, но минус к отношениям с китайцами. Можно сказать, что просто из-за плохой погоды. Либо опять же забить. Давайте сейчас свалим на китайцев. Китайцы по большому счету не особо сейчас интересуют. Так, у нас технология изучилась, отлично. Так, что мы сейчас можем, что мы сейчас можем? А, смотрите, у нас, кстати, Battleship 3 будет доступен. Если вот это сейчас изучить. Ну, Battleship 3, это такой корпус тоже универсальный. Он есть у многих. На нем особо и стерилизмом построить что-то будет сложного. Хотя, безусловно, корпус неплохой. Так, 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 надо подумать. Так, а маленькие пушки нам МК-2 двудюймовочки даст? Ну, так сказать, неплохо. Вот это прямо нам нужно было бы. А по снарядам что у нас будет? У нас Fuse. Тоже неплохо, кстати. Так, 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 так. Ну, вообще, похоже, что нам нужны котлы, конечно. Давайте их кину пока в котлы, потому что без индукционных котлов у нас со скоростью будет все печально. Какие бы у нас там крутые корпуса не были. Что, кстати, по политике? С китайцами? Ну, с китайцами минус 10, это терпимо еще. Так, и у нас же теперь есть деньги. У нас есть теперь целых 26 миллионов. Это прям классно. Во-первых, можно немножко увеличить бюджет технологии. Ну, как немножко, до 100%. Во-вторых, что я хотел там? Я хотел заложить флот. Я хотел заложить флот. Я хотел произвести, собственно, один броненосец у нас будет пускай на... Если у нас два заложить, два мы сможем же. Ну да, два мы сможем. Давайте парочку мы сейчас заложим на Черное море. На Черное море. Я думаю, что это будет полезно в Севастополь. Так, и давайте сейчас что? Еще одного святого Александра мы закинем все-таки на Тихий океан. Так. Сейчас. Ни туда я нажал, прошу прощения, уже. Ну, уже опять полтретьего ночи, поэтому сижу, туплю. Так. Сейчас мы закинем на Тихий океан. Чтоб у нас была четыречка таких. Так, один настроим. Все. Так, вот этого мы сейчас кидаем во Владивосток. Так, смотрите, как Владивосток я выбрать не могу. Почему? Потому что, судя по всему, Владивосток у нас весь сейчас занят. Отлично. Ладно, пускай пока строится. Порт мы выберем чуть попозже. Сейчас мы сделаем что? В Красаков, да, как здесь написано, Красаковский порт. У нас здесь 28 тысяч тонн. Неплохо. Давайте часть кораблей перевезем сюда. Какую часть мы сюда перевезем? Ну, в частности, давайте-ка, наверное, Е. Раз, два, три, четыре. Два легких крейсера. Адмирал Бутаков. Собственно, Кавказ. Нет, Кавказ, Кубани, Пускай, Будист, Таллин. Давайте. Два эсминца. Слушай, давайте, наверное, два броненосных крейсера тоже перевезем. Цветой из Исаки и из Святослава. А я думаю, что должно хватить. Хватить в размещении, имею в виду, ампортом. Тогда, по идее, сейчас в Владивостоке мы сможем броненосица заложить. Так, есть настропеда протекшн-1. По идее, это первая ПТЗ. И новенькая тропеда, размеры у нас отлично. Так, что у нас в Красакове есть? Влезли мы все. Можем идти выбрать... Да, да, теперь, видите, можем выбрать Владивосток. Для этого броненосца супер. Через 14 месяцев там будет еще один броненосец. Это прям неплохо. Давайте посмотрим по исследованиям. Снимаем защиты. Так, котлы, 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 котлы. Индуксы, драфт, бойлерс. Да, я думаю, что то, что нам нужно. Мы будем счастливы. Но посмотрим. Пускай пока изучается. Давайте сейчас на маленькие орудия. Три месяца. Как раз при оснастил наше 40-70... 40-70... 47-ммм орудие. Пока что сделаем следующий ход. Июль 1890-го. Пока что воина нету, хорошо. Сказал я. И опять у нас события про японцев. Серьезный инцидент случился возле Японии, в общем, да? Ха-ха-ха-ха-ха. Что-то там. Политик. Вос-систентетен колд блат. Так. Давайте здесь я, пожалуй, использую сейчас переводчик. Одну минуту. Итак. Смысл такой, что один из политиков был жестоко убит. Вот. Это колд блат. И они, собственно, просят от нас объяснений, да? Как это произошло и сколько мы готовы заплатить. То есть, можно сказать, что это их проблемы. И фактически мы получаем оно с Японии. Либо можно под них прогнуться, отдать очень много бюджета, но получить плюс в отношениях. Вот тут не знаю, учитывая количество броненосцев у Японии, прогнуться или нет, это прям вопрос философский на самом деле. Давайте пока что прогнусь, потому что, ну, сами понимаете, опасно. Очень опасно. И вдогонку у нас следующее событие. Во время морских учений у одного из наших линкоров поломался, поломалась машина. И спрашивают, что такое. То есть, первый вариант не покупать запчасти с Алиэкспресса, в частности у Испанской империи. Ну, понятно, да, минус к Испанской империи, плюс к морскому бюджету, минус к ВВП. То есть, такой сложный выбор здесь. Затем нам нужно лучше готовить экипажи. Опять же, то есть, да, здесь плюс к бюджету, минус к ВВП. Сейчас делаю, пожалуйста, скриншотик. Обращайте внимание, как здесь показаны эти плюсы и минусы. Потому что явно пропал ноль. Это явно баг. Ну, и, собственно, забитый этот инцидент. Ну, забивать я, пожалуй, не буду. Скорее всего, скажем... Хотя, блин, здесь я даже не знаю, что выбрать. Так. Не хочется. За дроссором морской бюджет, конечно, это хорошо. Да, безусловно. Но минусы ВВП это плохо. Да нет, давайте пока что забьем этот. Ну, будет немножко недовольство. Да и ладно. Так, исследование. Что у нас здесь? Исследование. Два месяца. Хорошо. Хорошо, два месяца. Все через два месяца причем будет. Так, а что, кстати, по политике сейчас с японцами? Достаточно ли хорошо мы с ними прогнулись? Ну, на самом деле не особо. Минус 79. А по финансам у нас плюс миллион. Да? Бюджет вообще в минусе. Ах, печально, печально. Ну, ладно, что делать-то. Так, мы будем банкротами. Игдарировать или продолжить? Окей, окей, я понял. Нет, банкротами быть я не хочу. Ну, давайте-то бюджет, технологию уменьшаем. Тут так. Чтобы не быть банкротами. Там суровая реальность, да? Хоть и тянуть войну хоть на пару месяцев. Хотя бы дать шанс войти встроенному броненосцу на Тихом океане. Это прям важно. Так, а японцы у нас завязались в войне с китайцами. Ну, правда, сейчас, судя по всему, и с нами тоже через ход. Ну, все-таки китайцы там первые-то вступят, да? И будем совместными усилиями действовать. Это, конечно же, хорошо. Что у нас по финансам? Плюс вышли. Можно снова немножко увеличить бюджет технологии. И давайте немножко на сегнавание сейчас повысим на экипажа. Может, успеет за месяцок это подготовиться. Так, следование у нас также отодвинулось на два месяца, к сожалению. Потому что их бюджет я скинул. Что у нас еще по политике? Мне-то интересно, что у нас с китайцами. С китайцами у нас сейчас плюс. С японцами минус 99. То есть с японцами особо ничего не оттянем уже. Ну, китайцев есть 9, броненосцев, смотрите, тоже. То есть они с японцами-то вполне себе могут пободаться. Японцев 7, китайцев 9. Хотя, конечно, вспомнить китайский флот тех времен, как бы, да, это... Ну, такое себя. Прямо очень такое себя. Ну, ладно. Следующий ход. Как минимум, да, два месяца там уже. Даже три мы выиграли. То есть это уже... Все ближе, ближе, ближе к броненосцу. Это хорошо. Так, ну все. Японская империя посылает нам телеграфное сообщение. Грубо говоря, за них мы или против них. Да. Ну, здесь уже вариантов нет. Здесь уже, да, давайте воевать. Потому что, ну... Не хотел, не хотел этого делать. Ну, что поделать. Так. Ну, давайте с Красакова туда сейчас отправим крейсера. Хотя, блин, крейсера... Не знаю, можно, конечно, линкор отправить. Так-то. Ну, давайте, ладно, давайте крейсерами сейчас выйдем в... В... В Владивосток сюда. Немножечко здесь по крейсеру стоим. Посмотрим, что мы сможем здесь вообще сделать. Ну, пускай будет пока Сиа... Хотя, нет, дайте... Ладно, Сиа-Контр. Пускай будет Сиа-Контр, окей. Все, следующий ход. Посмотрим, что день грядущий нам будет готовить. Может быть, сыграем сегодня еще один бой. Так. Угу. Ничего, если у нас, смотрите, на минус 7 отношений. Со всеми. То есть, мы можем тут зацепиться еще с врагами. Так. Китайский флот. Ух ты, китайский флот. Такими силами вышел в море. Ничего себе. Ну, давайте, китайцы. Я в вас верю прям. Так. А здесь что у нас у японцев-то? Ух ты. А здесь японский флот тоже неплохими силами. И видите, они прекрасно китайцев. То есть. Ну, окей. Посмотрим. Посмотрим. Это за место даже интересно. Так. У нас следование котлов закончено. Шикарно. Снимаем тогда их. Мелкие пушки тоже закончены. Оно тоже отлично. Давайте пока тогда ускорим сейчас снаряды. И поставим на контрол стейшн, пожалуй. Так. И по-хорошему, по-хорошему, я, конечно, понимаю, что это не самое логичное решение. Но мне бы сейчас нужно что? Нужно сделать преосточение кораблей. Потому что у нас есть новенькие 47 миллиметров. И по-хорошему, броненосцы было бы неплохо рефитность. Котлы у нас... Так. Давайте сейчас рефит. Котлы. Да. Котлы, видите, у нас тоже индукционные появились. Это здорово. Ага. Так, видите, у нас 47 теперь вот такие башенные. И если мы сделаем интервью, то, соответственно, поставить мы здесь не можем. Так. Ну, давайте поставим сейчас индукционные котлы. Рефит тайм один месяц пока что. Один месяц, это нормально. Ну, то есть, если двигатель за 200% зашкаливает, то сейчас, по идее, можно снять одну трубу даже. Это будет шикарно. Ой, смотрите, какая-то 47 стали некрасиво сейчас. Да, против отсюда убирать. Вот тебе рефит. То есть, да, либо 47 счетовые, но старенькие, либо новенькие, но никого не влезут. Да. А печально то, что, видите, если я хочу сделать индукционные котлы, получается, без смены орудий, то есть, без смены вооружения я не смогу сменить котлы себе. Вот в чем дело. Так, ну-ка, если прокачать скорость 20 узлов, допустим, психануть, не? Не, это, конечно, перебор, но 18... Ну, по весу не влезем, так-то можно было бы, да? Так, ну, пускай, ладно, будут 16 узлов и броносцы, как и раньше. Этому трогать не будем. Так, ну что, снять ли одну трубу? Давайте снимем даже, да? Как ни крути, ну, лишняя 100 тонн. Совсем не лишняя. Может, даже сейчас как-то, может быть, разнести бы немножко трубы. Пока что мы влезаем при оснащении в один месяц. Сейчас я просто зачем хочу их разнести? За тем, что я хочу куда-нибудь с открывовой настройку убрать. В чем дело? Я бы куда-нибудь сюда бы сместить, но, видите, не можем. Сюда тоже. Нет, ладно, не получится так. Эх, не получится, жаль. Очень-очень-очень жаль. Так, это у нас... Вот, смел... Окей. Сейчас тогда развесовочку поправим. Ну, как-то вот так. То есть, получили мы 100 тонн. Надо подумать, что нам сделать, потому что у нас получается корма. Корма у нас осталась сейчас без орудий. 50-11, вот так вот эти башенные есть, дурацкие. Хотя, как дурацкие, в принципе, видите, они сюда встают. То есть, опять же, нельзя сказать, как бы, да, что там корма будет совсем голая. То есть, просто их пришлось немножко переставить сейчас. А вот здесь вот башни уже конкретно мешают. То есть, эти два орудия, да, нам придется убрать, судя по всему. Рефитаем один месяц. Один месяц мы потерепим. Так, если перенести башню ГК немножко назад... Ну, тоже интересный, рефитаем один месяц. Хотя, по идее, прямо с башни... Там, даже на 20-метрную корму это прям большая проблема была бы, ну, ладно. Ну, вот так, смотрите, башни вот такими мы усилием. Ну, блин, а почему нет? Можем себе позволить. Конечно, выглядит довольно странно, но... Но можем себе позволить. Да, ну, куда-нибудь нанос, если нет. Нет, это уже перебор, да, это уже больше. Так, ну все, индукционные котлы мы поставили. Тоже хорошо, мы счастливы. ПТЗ-шечку можем, кстати, поставить еще первое. Нет, не можем. По весу не влезаем. Хотя, рефитаем все, что-то, пишет один месяц. Вот, уже интересно, реально будет один месяц, или сейчас там все это пойдет по одному известному месту. Так, у нас... Нет, это еще не следовалось. Ну, ладно. Ну, ладно, у нас такие дела. Так, здесь вот эти вот минус... Минус четыре. Это что, 47. Плюс два процента на длину. Так, ну вот. У нас, получается, еще и место освободилось. Святой Александр. Конечно, да, выглядит так у него карма прям брутальным. Совсем брутально. Секреты еще, интересно, довольно неплохие, что интересно. Ну, что, сохраняем? Так, есть тип Африка. Тип Африка, тип Африка. Ну, тип Африка нам здесь что? Если мы сейчас пойдем в переоснащение, здесь будут эти вот башни. Да, вот здесь с типом Африка, конечно, здесь будет проблема. Потому что вот тут эту фигню уже точно никуда не впихнешь, да? Да, они уже, видите, здесь не встанут точно. Это, конечно, беда. Это очень большая беда. Жалко, что нет тут выбора, да? Почему нельзя оставить их старые? Я не хочу их менять. Хочу оставить старые наши 47-мм орудия. Потому что здесь вариант, получается, либо их вообще убирать, либо делать какой-то новый крейсер. Скорее всего, вот тип Африка нам просто делать новый крейсер, потому что, ну, без 47-мм. Хотя, хотя, опять же, то есть, здесь, получается, один месяц пока что напишет игра. Сейчас уберем трубу еще, давайте. У нас освободилась водоизмещенница. Отлично. При той же эффективности двигателя. Ну, что мы здесь можем сделать? Давайте подумаем. Если убрать эти 102-мм, плохо, что видите, переносится только сюда, зараза. Так, ладно. Сюда поставить было бы красиво, но, к сожалению, нет. Не дает нам игра. Ну, 76 можно оставить. Ну, и Mark I тоже сейчас звучит. Mark II будет те же самые башни. То есть, это не решение проблемы. Так, интересно сейчас убрать башню ГК. Три месяца. Сейчас мы оттеннингуем. Поставить одну сюда. И одну. А, одну сюда не дает. Видите, на предыдущее место надо, да? Ну, да. Интересно, кстати. Я думал, что игранам даст, но нет, игранам не даст. Игранам, к сожалению, не даст так сделать. Так, ну-ка, если просто еще одну доставит, например. Нет, тоже не даст. Так, ну ладно. Ладно, ладно. В принципе, мы еще что? Убрали, получается, наше ПМК. Но сейчас это ПМК мы сейчас только нанести доставим. Почему бы и нет? Можно как-то вот так вот его поставить будет. Как думаете? Выглядит, может быть, довольно странно, но, опять же, почему нет? Так, ну-ка, это интересно, хорошо. ПМК, это понятно. Если поставить вот так какую-нибудь там ту же самую 4-дюймовочку, можем, да, смотрите, можем без проблем. Жалко, что, получается, не можем главный калибр-то поставить, да? Опять же, вот, очень-очень хотелось бы. Очень хотелось бы. Так, если бы ухарит... Так, ну, честно, а если главный калибр-то, другого калибра поставить не даст? Нет, не даст. Уже не даст. Если ПМК поставить, нет. Убрать, пожалуйста, поставить, нет. Ух, ну, надо подумать. Надо подумать. У нас здесь 47 миллиметров, да? И 8 по 102. На 102 можно корму-то поставить. Немножечко усилить противоаминный калибр здесь сейчас. Точнее, не противоаминный, а средний калибр для этого корабля. То есть поставить две башни вот так, если... И наш 2-дюймовочек как-нибудь, если нет. Нет, не даст. Ладно. Понял вас. Нет, тоже не дает, зараза. Ну, ты выбирай, да? То есть либо 102 миллиметровки, то есть, да, либо вот... Немножко не так, конечно, представлялся этот проект, честно скажу. Да, это 2 по 102 поставим. Так, ладно. В принципе, хуже не будет. Пусть немножко места освобождаем. У нас, получается, две башни от дороги на хранкальном носу, две на караметку, да, разных калибров. Так, довольно странно выглядит. И опять же, у нас большой перевес сейчас на нос. Ага. Но вот с этим уже будет сложно что-то сделать, потому что... Да, потому что мы сейчас... Убрали одну трубу. У нас котлы сместились. Котлы машины резко вперед. Что-то тоже довольно странно. По идее, баланс должен был бы оставаться старым, но... Ладно. Так, ну какой-нибудь сюда-то хоть одну башенку нет. Ну, пожалуйста. Нет. Так, слушай, если сейчас убрать караму настройку, поставить... Вот это поменьше. Может быть, она будет. Может, на что-то мы сможем впихнуть. Не, вряд ли. Не особо она меньше. Вообще не особо меньше. Не знаю, даже не знаю, стоит ли пока делать какое-то переоснащение. Дайте, а пока что нет. Вот этот крейсер оставлю без рефита. Да, выйду. Выйду, выйду, выйду я сейчас без сохранений. Ну, потому что нет смысла. Пока что нет смысла. Ничего особо такого выдающегося не сделал. Подумаю, конечно, на досуге, но... Так, вот, броненосцы, давайте мы сейчас все с вами и отрешитнем сразу же. Все пять на данный момент. Да, один месяц это все уже займет. Ну, отлично. Так, если можно, типа, взрыв тоже сейчас сделать с модернизацией, потому что, опять же, с индукционными котлами можем одну трубу убрать. Это однозначно. Так, давайте ставим индукционные и уберем какую-нибудь... эту кормовую. Потому что у нас, как раз, большой привез на корму. Видите, привез сейчас у нас сравнялся фактически. По эффективности двигателя мы даже в плюс вышли. И двух труб, видите, здесь достаточно. Ну, шикарно. Можно поставить какую-нибудь еще одну 4070 на корму вот так тогда. Хотя, блин, опять же, большой дисбаланс получается сейчас. Да ладно, не нужна там на корме. Просто пускай будут индукционные котлы и на одну трубу меньше, да и все. И все будет хорошо. То есть, я думаю, что так. Это более органично смотрится. Опять же, да, это резко прибавит нам в точность стрельбе, в маневрных характеристиках. Поэтому мне это устраивает. Сохраняем. Так, и покидаем. Так, в смысле, without saving. Сохранил вроде. Сейчас посмотрим. Если да, то сейчас миноносцы у нас тоже поедут все на переоснащение. Да, есть. Тоже переоснащаем все, что можем переоснастить. Поехали. Такое вот у нас маленькое переоснащение. Я прям в ходе войны, ну, один месяц, я думаю, что мы продержимся. Корабли все-таки качества станут получше. Давайте следующий ход. С крейсерами, конечно, да, жалко. С орудиями такой затык получается. По-хорошему, над разработчиком что с этим делают. То есть, хотя бы предлагать игроку выбор поколения орудий. Потому что сейчас реально я хотел заменить котлы. Орудия трогать я не хотел. Ну да, будет они МК-1. Да и, господи, пускай будет МК-1. В чем проблема-то? Так, японцы потеряли в Северной Азии идеи транспортов. Ну и хорошо. Ну и туда им и дорога. Что у нас по флоту? Вот, устроится, строится. Два миноносца требуют переоснащения. Это, собственно, у нас вот с этой эскадры. Давайте пока отведем ее обратно к лесоков. Как он здесь назван? Здесь у нас японцы решили с китайцами, судя по всему, таки замутить. Окей, ребят, окей. О, давайте-ка слушать себя с Ладивостока, может быть, да уж. По эту тему выведу своих ребят. А что бы и нет-то? Там твари дрожащие, да, или право имею. Поехали. Так, если он будет какой-то бой сейчас, отлично. Сейчас давайте, наверное, на него сыграем, мы на этом будем-то заканчивать уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, давайте я на него буду заканчивать, а вот это мы сыграем потом. честь этот блин я делаю с китайцами сейчас сначала повоюют а потом уже с нами так как это неловко то есть у нас обратить внимание то есть да по опять же по кораблям великий князь константин у нас плюс 10 перевеса у него дефекта павловск плюс 6 процентов наварен плюс пять процентов то есть да такое здесь конечно проблему всех хватает проблем прям очень многом очень много особенно живу чистым смотрим но есть получается что принципе броненосцев противника их 7 до 2 наших броненосных крейсер противника их тут вообще даже считать и замучаюсь ох 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 и выглядит они спать 23 узла могут сделать то есть я от них не уйду это будет бой это будет прям будет 23 узла это жестко и японский броненос 만든 17 узлов ох а знаете что это может мой последний бой где-то на форуме видел картинку там эзасист vielen колец естzi тоже вставлю сюда вот когда я вижу свой бой и тут как-то так мне напоминает да да до ну попробовал бежать нет не получилось Да, ладно, давайте этот бой я сыграю в следующий раз И, возможно, я его сыграю И до этого мы начнем с вами новую партию Потому что, если сейчас я потеряю Тихоокеанский флот, то, в общем-то, все Как бы в Владивостоке там один броненосец, который построится Он погоды не сделает По хорошему качеству я сейчас вышел в море Надо было сидеть мне там и не отсвечивать Либо хотя бы свести все силы В Владивосток Все-таки у меня было бы тогда два броненосных крейсера Больше еще, что тоже немаловажно Два легких больше, но тут Как есть Меня, конечно, немножко радует, что У меня, видите, по возмущению сильно больше броненосца Вот это прям здорово, почему? Потому что Банально, большой короткий доль штат топить Даже по экипажу видно, вот там у японцев 446 человек, у меня 733 По вооружению, в принципе, вот сейчас Так вижу, его примерно равны То есть, я не знаю, за счет чего И куда они там это впихнули, но куда они это впихнули То есть, окей, флаг в руки Поглядим, посмотрим Ну так, конечно Ну, тренировка тоже, да Вот, во-первых, подготовка экипажа И у меня, видите, у меня все зеленые Green То есть, а у противника уже кадеты Уже кадеты То есть, у них, конечно, стрелять будет получше Да, да Ну, вот такие дела Ладно, я обещал, что эта серия все-таки будет без боя Да, ну вот она без боя и будет Дальше, ну, я не знаю По-хорошему, я от них не смогу даже убежать Просто боюсь, в чем проблема У меня кончатся патроны У меня будут утверждения У меня будут сдаваться экипажи И это, может быть, будет Новая Цусима для меня Либо бой в каком-нибудь Желтом море, да Если попытаюсь хотя бы Уйти, отступить Не знаю, хоть куда-нибудь Не знаю Ладно, ну, такая, в общем, серия Вот, надеюсь, что вам понравилось После перерыва от Red Note Я пытаюсь сам сейчас их в них сыграть А на сегодня все Всем спасибо И до свидания